друзья это дополнение предыдущему моему видео мое такое субъективное мнение я подумала вот представьте ирки час 45 ну четыре с копейками там она года назад она уехала в италию ну пусть там ей было 40 лет для круглого счета возьмем представьте 40 лет жил человек в своем городе в каком-то довольно большом городе вот и ничего не мог добиться ирка ничего не могла добиться устроиться на какую-то работу там это связи мне не было там еще учета короче ничего она не могла жена бедненько это из из этой грязи вот в которой она погрязла в нищете да и безработицы и тут она решила поехать не знаете не в столицу не в другой крупный город в своей стране а сразу блин в италию там что он там что у тебя связи были что ли где вообще ничего нет являюсь и поехала в другую страну вообще вообще в 40 лет вот так вот ну как-то главу это думать надо вообще вообще во сколько начинать голову думать если в 40 лет дело такие глупые вещи без знания языка без всего поехала туда не знаю ничего делая там рабочую визу вообще и там она продолжает тоже не работать знаете вот есть такая поговорка из грязи в князи вот из грязи в князи у нее не получилось у получился с грязи в грязь и сидишь раз там опять четыре года вот в этой грязи так я что хочу сказать что вот в 40 лет здоровая баба взрослая чем она думала уезжая вот от одной грязи в другую грязь бомжевала там зачем вот ну неужели ты не понимаешь что ты там будешь бомжевать у тебя денег нет что-то там смогла с собой взять какие-то гроши гроши причем взяла рабочую визу и и и не работала что гроши она привыкла так жить 40 лет на этих гроши на эти подачки и привыкла жила с мамкой небось на мамкиной шеи еще сидела до 40 лет под теперь пересела на шею этого антохи васи и и надеется сидеть на ней такая наивность наивность просто в 45 лет так даже не наивность а просто глупость какая-то в 45 лет но как-то если у тебя не сложилось так жизнь ну вернее вот так сложила жизнь до 40 лет что ты ничего не добилась но как-то надо что-то кардинально менять они вот так что и из одной нищеты у себя на родине ехать в другую какую-то блин страну кто и туда позвал эту дуру кто бы туда не позвал тут ее кину потому что сразу понял что она то не ябко работать не будет и ищет шею на которую присесть а это кошмар какой-то и в 40 лет можно было бы как-то ну более задуматься найти себе жениха ну пусть не у себя в городе ну пусть у тебя даже большой город но ты не можешь там найти но есть рядом соседние города в конце концов ну как там в столицу можно съездить если уж так пошло дело нет нет и это все сразу нет она сразу в другую страну поехал покорять италию блин ну чудо покорялась а там это кошмар какой-то и и и ладно ну приехала она в италию господи я бомжевала нахера связываться с антона и вася у которого самого за душой там три копейки на реках это три кусочек а колбаски у тебя лежали на столе и явно который не сможет его обеспечить но всем ну это же надо жилье купить вот как как человек в 40 лет рассчитывал жить там где на что на себя вообще не рассчитывала она что думала шуей все государство италия все не предоставит апартаменты там так шмар какой-то вот в 40 лет было бабе сейчас 45 и на что она надеется вот сейчас она видит что антоха там еще как-то работает что-то там старается что-то там еще старается что-то сделать но она сама говорит что он там что-то там старается ну ладно я еще склонна в это поверить что он там что-то что-то ху что-то хочет что-то где-то работает но у него не получается он что-то он там делает но это ирка 45 лет сидит дома и даже не пытается помочь своему супругу ничем не она не идет на работу не ищет никакой работы чтобы чтобы тоже ему помогать вообще как-то чтобы жилье себе купить блин я вообще я валяюсь в 45 лет ни своего угла ни жилья ничего и вот это вот еще сидеть учить жизни других людей понимаете ума вообще нет ну откуда он появится уже в 45 если его в 40 не было и жизнь вот это вот ее в италии вот такая вот говняная дальше жизни и тоже ничему там не научила вместо того чтобы найти себе какого-то мужика который вы там ее мог бы обеспечивать какого-нибудь там побогаче какого-нибудь такого чтобы приподняться приподняться сразу но не хочешь ты работать найди ты богатого себе мужика живи у него на шее там богатые люди в италии живут в которых есть прекрасные виллы яхты дома боже мой почему ты не нашла такого-то почему ты присосалась к такому же лоху и никак ему ничем не помогаешь что ты не нашла там какого-то богатого-то парня что такое-то хорошей ты не вышла или характером таким говняным или репутация не позволила живи нормально блин пусть он тебе там отстегнет какую-то сумму и будешь ты жить хоть какой-то угол где-то где-то что-то заиметь там в этой талии коморку какую-то у тебя будет твоя уже коморка этого папы карло блин и вот это вот в 45 лет сидеть и ждать пока антоха вася заработает и нашли она и она реально думает что он ей жилье сделает там как дура зачем ему это вот зачем ему это понятно что он работает на себя и себе это жилье и и при возьму и при первой же возможности найти бабу у которой уже тоже есть какие-то доходы и тоже уже какое-то там жилье и как-то быстрее чтобы жильем определиться ну конечно что-то не свалит блин ну хрена ему нужно вот это тащить вот это все на себе и коскотики к 70 годам это все там за ими никуда не выезжают фото и спрашивают кутантом взять она из этой талии никуда не выезжает потому что ну кутанин поедет у нее денег нет сидит там она ждет пока он ее на море вывезет для на 1 месяц живет в италии там море рядом сама съездить не может вообще денег у нее нет вообще своих вообще никаких и не идет ведь работать за раз такая тунеядка ничем ее не выгнать ни палками ничем кошмар кошмар ну если она нищенствовал там ходила по бомжатским столом то ее ничем не выгнать работа и имеет рабочую визу зачем ты ее брала вообще блин ну взяла бы визу невесты сразу уже невесты вот этой вот кошмар я вот шоке таких вот этих вот людей как ирка и еще сидит там поливает грязью других людей вот на себя посмотри господи пока не поздно ирка очнись очнись от своего вот этого я не знаю дерьма очнись или иди работой чтобы быть самостоятельной и самодостаточной и составить партию такому же мужику а не сидеть на шею у антохи васи либо становись самодостаточной вот такой вот либо блин ищи мужика действительно на который вот другого богатого ты понимаешь что-то когда у тебя будет свое свое жилье вот ты просто прикинула своими мозгами когда где это кошмар это кошмар вот 45 лет своего угла нет до сих пор и она еще пристает другим блогерам у которых уже не по одному своему углу он это кошмар какой-то какая-то нет ну это когда просто дурочка просто дурочка вот как так можно себя не любить вот так вот чтобы жить вот так вот на птичьих правах где-то там в другой стране на шее у такого же бедняка не стыда не совести друзья всем спасибо за внимание и до новых встреч ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на канал